На ипподроме спортивной школы Олимпийского резерва «Изумруд» состоялся третий этап открытого первенства по конкуру «Золотая подкова». 55 спортивных пар наездник-лошадь вышли в этот день на преодоление барьеров. От топота копыт пыль по полю летит. Сухое и жаркое лето в Славянском районе создает трудности для спортсменов, чьи соревнования проходят на естественных полях под открытым небом. Но, несмотря на сложность, с красотой и грацией, которую видишь на Манеже во время выступления Жакеев, сравниться может мало что. Славянский район. В соревнованиях «Золотая подкова» представляли три наездницы. Девушки только начинают свою карьеру, но их тренер говорит, что будущее в спорте у них есть. Дети хорошо прыгают. Виолетта, Вова, Вероника. В общем-то, нормально. Дети с будущим. Чтобы преуспеть в этом виде спорта, одного желания недостаточно, считает тренер. Ведь здесь нужно много работать, причем не только над собой, но и физически ухаживая за лошадью. Должна быть любовь к лошади, чтобы соответствовали друг другу. А так просто бесчувственно ничего не получится. Должны быть данные у человека, тяга к этому делу. Сразу видно, когда человек садится на лошади, уже видно, будет у него что-то дальше получаться или не будет. Правильная осанка. Так что тут очень много факторов. Открытое первенство района по конкуру – это серьезное мероприятие. За 7 лет проведения оно завоевало доверие у десятков спортсменов. И по состязаться к нам приезжают не только ближайшие соседи, но и гости из других регионов. Уже во второй раз в этом году на соревнования к нам приезжает команда из Крыма. Эксперты дают команде высокую оценку. Это подтверждают и награды, которые они увозят домой с соревнований. Залог таких побед сами ребята видят в огромной работе и грамотном тренере. Мы занимаемся очень много в неделю раз. И прыжковые, и просто выезжаем. Работа без тремян, работа прыжков без тремян – все это компенсирует на стартах. Тренер все подсказывает, когда мы учим маршрут, ходим, он говорит, как правильно заехать, что делать, где взять на себя, где выдвигать. И большое ему спасибо за это. Зачет соревнований проводился по трем дисциплинам с высотой барьеров 90, 100 и 110 сантиметров. Отдельно среди взрослых наездников и детей. Наши гости из Крыма увезли сразу несколько побед и призовых мест. В числе призеров оказалась и воспитанница изумруда – Волочаева Виолетта, занявшая третье место в дисциплине 90. Мария Климова, Игореванчугов, программа «События». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова